Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Деревенский Дневник очень многодетной мамы и канал Мать-Героиня. Напоминаю вам о том, что у меня появился телеграм-канал, а также мой канал можно найти на Яндекс.Дзене. Ссылочку обязательно закреплю в комментариях, ну а вы, конечно же, не забывайте переходить и подписываться. Ну что ж, мы с вами начнем, конечно же, с приятных, так скажем, для Лельки новостей. И перейдем к новостям не очень приятным, да, для кого, а именно для хомяков, которых на сей раз уже не просят, а с которых теперь уже требуют деньги абсолютно на все. Да, именно требуют и ставят их перед фактом. Ну, обо всем по порядку. У Лели несколько приятных новостей. Она говорит, помимо того, что у нее день рождения Саши, который мы также с вами обсудим. Лелька уже выложила вот этот последний свой сегодняшний ролик. Так вот, еще бык покрыл корову, и Лелька таки получила зарплату с Ютуба. Ну, надо же. Я вот была уверена, что уже, вы знаете, не получит. Ну, скорее всего, получит, но просто, так скажем, припрячет вот эту вот зарплату, сказав, что ничего не знаю, ничего не получила и так далее. Но нет. Лелька призналась, что зарплату получила. Вот стоило ныть, выть на протяжении, там, недели, двух недель рассказывать о том, что все пропало, все, как говорится. Но вообще, друзья мои, как мы с вами и предполагали, как мы с вами и думали, конечно же, деньги на гулянку и развлечения Лелечка благополучно нашла, да? Еще вчера Леля жаловалась о том, что живет на последние гроши, живет на последние деньги. Говорит, все, все уходит исключительно на питание. Это при всем при этом, что у нее на минуточку свое же натуральное хозяйство. Так вот, говорит, живу на последние деньги, денег хватает исключительно впритык. Ну, вы знаете, вот мы с вами наблюдаем постоянно, что как только надо ездить, отдыхать и отмечать дни рождения детей, в кафе, в развлекательных центрах, на это деньги всегда находятся, да? То зарплату с Ютуба получила, то зарплату с Дзена получила. В общем, в принципе, Лелька может оправдать каждый свой поход в кафе или куда-то в другое место. Далее, друзья мои, я смотрю, что все, все в развлекательном центре сделали себе аквагрим. И даже Лелька, да, да, и даже Лелька, так скажем, впала в детство, говорит, и я тоже себе сделаю, я тоже себя побалую. Показывая нам своих детей, Лелька показывает Якова и говорит, представляете, а этот парень, оказывается, умеет разговаривать. Ребят, этот парень, это она имеет в виду Якова, своего же сына. Интересно. Вот хочется Лельке сказать, Лелька, ты еще реже будешь бывать дома, и ты вообще забудешь имена своих детей. Ну и она объясняет. Она говорит, это он дома с нами бэкает, мэкает, а здесь попросил аквагрим красный паук, говорит. Так и сказал мне красный паук. Слушайте, честно, не слышала, что он там сказал. Наверное, если бы действительно сказал, то, конечно, Лелька бы это дело засняла на камеру. Это раз. Ну, а что касается, что Яков бэкает и мэкает, то здесь, конечно, это уже проблема мамы, которая, в принципе, должна заниматься с ребенком. Вообще-то, пора уже Якобу начинать говорить, да уже и не начинать. Начинать надо значительно раньше. Но я вообще говорю, учитывая тот момент, что, конечно же, все дети, так скажем, развиваются по-разному. Но в любом случае, учитывая, что Якобу будет уже три года, то, конечно же, ему пора бы уже говорить. А то, что ребенок, так скажем, в таком состоянии, да, так это, опять же, вина целиком и полностью родителей, которые не занимаются детьми. К сожалению, Леля, которая является многодетной матерью, матерью, которая, по сути, как она говорит, находится в декрете вместе с Вероникой, но вот времени уделить она Якобу не может. Далее, друзья мои, даже в такой день Лелька не могла обойтись без гадости в отношении своих бывших мужей. Досталось и первому бывшему, и второму бывшему. Всем, кроме Шурика. Шурика, видимо, надеется до сих пор опять, так скажем, к себе принять с распростертыми объятиями. В общем, про первого она сказала, что он вообще никогда не поздравлял детей. Ну, я так понимаю, она имела в виду тот период, когда он с детьми не общался, когда они уже, так скажем, жили отдельно. Ну, а про Женю Б, Женя Б вспомнил про Сашу, я так понимаю, поздравил не только Сашу, но и Лелю, потому что он позвонил Леле, да, отправил ей, поздравил ей, да, сообщением ее поздравил, может быть, там просто комментарий, там сообщение ей написал с днем рождения дочери. Ну, а Леля говорит, а я ему не ответила, да, не позвонил, а, значит, сообщение написал, а Лелька ему не ответила, потому что, говорит, мог бы и тысячу рублей послать Саше, дать Саше на подарок, ребят. Ну, здесь я согласна относительно того, что, конечно же, мог бы, по крайней мере, ты обещала ребенку собаку, возможно, прекрасно зная, что собаку Лелька, так скажем, не одобрит, потому что Насте нельзя, да, рядом иметь собаку. Но в любом случае, если ты знал, что собаку Саше нельзя, то почему ты, так скажем, не позаботился о том, чтобы либо дать Саше какие-то деньги, тысячу, пятьсот рублей, там, несколько тысяч рублей, да, или сделать ребенку хотя бы какой-то подарок. Как известно, дорога ложка к обеду, но, видимо, Женя бы об этом не подумал, ну, а Лелька, вы знаете, она так смешно сказала, она говорит, вот, мог бы и тысячу рублей Саше подарить. То есть, получается, если бы Женя бы подарил Саше тысячу рублей, то Лелька в таком случае бы на его сообщение, конечно бы, ответила. Далее, друзья мои, она говорит, я хочу, чтобы дни рождения моих детей были просто незабываемые. Здорово? Конечно же, здорово, гулять на чужие деньги, это вообще просто супер. И тут же, друзья мои, я смотрю ее коротенький, прикоротенький ролик, где она говорит, поздравляйте Сашеньку. Сашеньке сегодня 10 лет, Сашенька сидит, значит, губы уже накрасила красной помадой, сидит довольно счастливая. Ну, а Лелька продолжает и говорит, вот, моей любимой доченьке, сегодня день рождения, карточка Сбербанка у меня под роликом. И да, да, говорит, поздравьте мою Сашеньку. То есть, я так понимаю, когда Леля нам говорила и рассказывала о том, что нет, я никого не принуждаю, я никого не заставляю давать деньги. И тут же она уже в наглую, друзья мои, требует содержать ее детей, да, требует, и ставит своих хомяков перед фактом. Мол, знаете что, сегодня день рождения у моей дочери, а карточка Сбербанка у меня под роликом, поэтому поздравляйте, вы можете поздравить Сашу, отправив ей деньги на Сбербанк. А что это за вымогательство денег, ребят? Ну, согласитесь, это звучит вообще как-то нетактично, невоспитанно, очень нагло и некрасиво. Потому что, если люди сочтут нужным, учитывая, сколько раз за стрим ты рекламируешь свою карточку Сбербанка, свои реквизиты, карты и так далее, они сами, так скажем, по собственной воле, без напоминания тебе отправят деньги. Тебе, на подарок тебе, дочери и так далее. Но здесь ты уже в наглую говоришь, вот у Саши сегодня день рождения, а вы ее поздравьте деньгами. А почему? Надо обязательно поздравлять деньгами? А почему деньгами? Если, допустим, родной отец не соизволил Сашу поздравить деньгами, почему посторонние люди обязаны Сашу, твоего ребенка, да, поздравлять деньгами? Вот мне просто очень интересно, она говорит, я хочу, чтобы дни рождения моих детей были незабываемые. То есть, по сути, ты гуляешь на деньги пенсионеров, которые не дадут, да, лишнюю копейку, либо себе там что-то не купят вкусненького, либо не дадут своим внукам. А что, их дети и внуки недостойны того, чтобы их дни рождения были тоже незабываемые? Ну, видимо, в понимании Лельки нет. Ну, а, друзья мои, это еще не вся Лелькина наглость. Я когда вчера, вы знаете, прочитала некую информацию, я вообще просто тупо обалдела. Да, потому что Леля уже взяла на себя обязанность, так скажем, вообще решать, сколько ей должны надонатить на ее автокредит. Автокредит. Смотрите. Значит, Лелька кричала о том, что вот мы вносим 700 тысяч, и мне, значит, с 52 тысяч, у нее ежемесячный кредит, автокредит 52 тысячи рублей. Это взнос ежемесячный, да, автоплатеж. Так вот, внесла она 700 тысяч рублей, и ее сумма вот этого автоплатежа ежемесячного уменьшилась с 52 тысяч до 38. И теперь она говорит, если мы с вами за три оставшиеся недели сможем собрать еще 700 тысяч, то в таком случае сумма платежа ежемесячного уже с 38 тысяч уменьшится до 24. Ребят, я в шоке. И она говорит, а я взяла на себя ответственность, в общем, сказать о том, что я вношу, да, через три недели мы с вами внесем еще 700 тысяч. То есть, вы представляете, она уверена, что она за три недели соберет 700 тысяч. Ну, а теперь с этого момента, как говорится, поподробнее. Во-первых, давайте вспомним все тот момент, когда Леля кричала о том, что если сумма ежемесячного платежа будет составлять, там, допустим, 35 тысяч, 38 тысяч, то я эту сумму буду платить сама и к вам даже больше с автокредитом не обращусь. Больше не буду его выставлять на строку донатов. Было такое дело? Было. Леля благополучно сделала вид, что она это забыла и сказала, что нет-нет-нет, вы мне все-таки закроете весь автокредит. Ребят, согласитесь, очень интересный момент, да? То есть, вообще. И потом, вчера на своем о флешмобе Леля сказала такую вещь. Она говорит, смотрите, вот вы закроете мне автокредит, да? И вам надо будет платить уже, не надо будет ежемесячно платить 52 тысячи рублей. На что я посмеялась и сказала, да, конечно, в таком случае они будут платить уже не 52 тысячи рублей, а, допустим, 502 тысячи рублей. Ежемесячно ты будешь с них собирать на все свои хотелки. Друзья мои, так и получается. Да, сумма, вернее, автокредит еще не закрыт, но, смотрите, если раньше на флешмобе, да, и вообще на автокредит она требовала, так скажем, да, и просила всего-навсего 52 тысячи рублей, но исключительно на автокредит ежемесячно, то сейчас она уже поставила перед фактом хомяков, сказав, мы с вами просто обязаны набрать 700 тысяч за последующие три недели. Иначе у меня, значит, не спишется еще одна сумма досрочного платежа, и я не смогу уже с 38 тысяч перейти на 24 ежемесячного платежа. Вы представляете, какая это наглость? То есть она не спрашивает, да, она не смотрит, так скажем, по обстоятельствам, сколько ей наберут. А с чего она взяла, что ей наберут вот эти вот 700 тысяч за три недели? С чего она взяла, да? А может, ей наберут всего 100 или 150? Нет, ей абсолютно плевать, она уже поставила перед фактом. Мне надо за три недели с вас собрать 700 тысяч. Ребят, а разве это не требование денег? А разве это не введение людей в заблуждение, да? А разве это не наглость? Ну, мне кажется, стыд у этой женщины действительно потерян. И после этого у нее еще, знаете, вот просто открывается рот, и она может говорить о том, что она сильная, смелая, она все делает исключительно сама. То есть когда ты делаешь руками чужих людей, когда ты делаешь, осуществляешь все свои хотелки, желания и мечты за счет денег чужих людей, ну, то есть это из той категории, знаете, за, как говорится, на чужом горбу в рай въехать. Вот так и лёлька. Это, конечно, какой-то кошмар. Это надо быть настолько наглой. И когда она говорит о том, что да вот, да все кругом вообще просят, все выставляют донаты, карты и так далее. Ну, во-первых, не все, абсолютно не все. Есть многие люди, которые ничего не выставляют, да, ни донаты, ни никакие карты, в том числе и обзорчики, очень многие. Не все кто-то выставляет, а кто-то не выставляет, да. Вот, но что касается людей, кто-то выставит и вообще молчит про эти карты. Висят там себе реквизиты. Кто посчитает нужным, тот переведет деньги. Это тоже разные вещи. Но когда ты в день по 150, по 200 раз скажешь о том, что дайте мне денег, дайте денег, дайте денег, дайте денег, это уже просто самое настоящее вымогательство денег у посторонних людей. То есть, смотрите, Шурик с ней спал, ел, да, она его одевала, обувала, ублажала, но, по ее словам, Шурик не был никто и я не имела права с него требовать содержания себя и своих детей. Ну, а у посторонних она может их поставить перед фактом и сказать так, вот у нас впереди с вами три недели, за которые мы с вами должны собрать 700 тысяч. В общем, ребят, честно, я просто в шоке. Вот так у меня получился обзор, пишите, что думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Ну что ж, всех целую, обнимаю, всем желаю всего самого наилучшего, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok